Диапазон Диапазон всем привет друзья привет привет можно потише сделать приятную красивую музыку спасибо сейчас начнем поговорим на тему кстати самое самое время предложить тему для беседы на самом деле есть несколько задумок несколько тем для того чтобы эти провести как правило у меня все время в рамках моих обычных тем это спортивная медицина боевые искусства кроссфит коррекция фигура снижение веса и так далее вот но если у вас есть какие-то другие интересные предложения то готов пообщаться и на эти темы более что много сейчас происходит интересных событий и в нашей стране соседней игорь привет может игорь вы предложите какую-то тему особенно в рамках последних дебатов в социальных сетях игорь если я ничего не путаю это же вы с украины до описали мне что не можете прочитать на яндекс дзене сам где статьи моей я хотел узнать как у там вообще самые события я в курсе конечно всех самих последних ну да значит и гид пулов которые были и всех событий которые у вас происходят там и по выборам как у вас там народ зеленского то действительно поддерживает или по приколу если погода офигенная общая сейчас от барабанил тренировку три с половиной часа два часа в группе и полутора часовую тренировку персональную не чую вообще ног под собой сейчас а еще на на сегодня силовую будет забасать прям так и хочется потренить сегодня на улице ну на полноценный сам кроссфит наверное не вытяну на сегодня уже а вот потому что это у меня еще и с утра тренировка была там была простенькая по йоге ну вот поэтому лучше сделать такую силовую с длинными паузами игорь я что сделаю фактически вот все материалы которые я публикую у себя на яндекс дзене на настоящий момент эти все материалы у меня есть в неизменном примерно таком же виде на моих ресурсах на буду blog . ру и на буду шин . ру фактически я сейчас просто пи перепубликовал в яндекс дзен туда свои авторские материалы еще не все вот как только это все дело закончится у меня то я на яндекс дзен начну писать материалы которые у меня пока написано что называется в стол и они на сайте пока их нигде нет часть из них была подготовлена для публикации в журналах часть для книги по карате что-то еще куда-то части будет из моих видео курсов виде транскрибаций и так далее и вот я их буду обязательно как на яндекс дзен выдавать и так и в полном виде буду выдавать их на своих сайтах и на сайт и безусловно когда я на сайтах публикую свой материал и я на них обязательно даю кросс посты и во все социальные сети поэтому скоро у меня не просто ссылки на яндекс дзен будут которые вы не можете посмотреть ну и нормальные полноценные статьи по самым разным тем а на те я говорю темы которые вот вы сейчас видите вы просто можете тему саму убрать вот почти в неизменном виде как она есть вводить ее в поисковый запрос на яндексе и вы практически со стопроцентной гарантией вылетите на мой со на мои сайты на какой-то из моих сайтов и лежит этот материал и сможете его там спокойно прочитать вот так вот примерно это произойдет вот так так что жители украины смогут без проблем знакомиться со всеми моими материалами как это было и раньше но дело в том что я все-таки решил а платформу яндекс дзена развивать нравится мне она нам бы она позволяет довольно просто все публиковать и еще и на этом какую-то копеечку зарабатывать кстати хочу сказать что конечно комментариев там не в пример больше чем социальных сетях в остальных на фейсбуке вконтакте в разы больше народ там комментирует не скажу конечно что там хоть сколько-нибудь конструктивные комментарии как правило абсолютно не конструктивные бывают комментарии но и собственно говоря чего ждать на самом деле конечно что не говори но яндекс дзен он построен все-таки в стиле более развлекательного какого-то портал а для не очень длинных статей там до двух тысяч знаков вот самый считается как бы нормальный картинки и народ конечно там больше развлекаться заходит к серьезному чтению длинных серьезных статей не в полной мере готов но кому они нравятся тот конечно подписывается с подписчиками и для них и работал сейчас уже у меня больше тысячи подписчиков на настоящий момент буквально за две где-то недели с половиной произошло вот так вот ну понимаете дело в том что конечно если просто постебаться пошутить то таких веселых это комментаторов находится везде дофига вот когда тема реально серьезно которые требуют хорошей компетенции особенно темы касающиеся физиологии биомеханики спортивной медицины то тут под поражает как никто как и большинство соответствует той пословице что каждый суслик агроном и надо приводишь абсолютно полную цитату в рамках своей статьи причем приводишь ее как цитату светил вообще спортивной физиологии биомеханики ну таких например как хардман и тюнеман и прочих разных исследователей исследователей в области психофизиологии таких как выготский там ухтомский и так далее без изменений практически и люди начинают говорить какую чушь вы пишете вы что не понимаете того вы не блин ядреную мать как и на базе чего вот люди основываются когда начинают говорить о том что кто-то другой пишет чушь а они пишут не чушь даже даже при даже если бы это не были цитаты которые взяты как из моих цитаты предположим даже была бы это исключительно моя точка зрения у меня хотя бы я в подписи подписываю что я врач там да и меня какие-то есть для этого основания чтобы как-то рассуждать на эти темы когда мне начинают писать что я пишу херню мне конечно иногда и чудно бывает это ну хрен с ней с этой подписью ли я там в подписи мог наврать условно говоря написать что врач а на самом деле типа не врач ну предположим откуда человек узнать но зачем же так заявлять безапелляционно что написано ерунда вот написано точка зрения мнение какая-то теория если есть какая-нибудь какой какой-нибудь аргументированная собственная точка зрения то и пишется капеллирование к точке зрения когда начинаются такие да ты подумай своей головенкой там какую херню ты пишешь во первых на ты как не знаком человеку не знаю кто воспитывал как это происходит потом головенкой вот неужели человек рассчитывает на то что может быть вот после такой фразы хоть сколько-нибудь конструктивный диалог вообще в принципе что я стану хоть дальше хоть что-то читать вообще даже если бы он там написал что-то по делу и по сути я дальше этих слов обычно вообще не читаю ничего я дады я скажу даже больше ребят когда написано на ты а я человека вообще не знаю в первый раз вижу я обычно дальше вообще не читаю как правило потому что я уже прекрасно понимаю самого начала что скорее всего диалог не состоится ну он не будет конструктивен я кстати по этому поводу уже по моему высказывался когда ехал вот а так игорь написал вот так вот тема авторская школа единоборств плюсы-минусы перспективы конкурентоспособности все так ну тема-то серьезно авторская школа да такую тему вот так вот за рулем конечно можно поднабросать определенные тезисы к обсуждению но это требует большой большого разворота потому что если претендовать на создание какой-то авторской школы то безусловно базировать любую школу нужно на вернее сейчас уже в настоящий момент нельзя формировать какую-то новую школу без того чтобы не допираться на знания предыдущих поколений то есть безусловно для создания какой-то новой школы нужно иметь как говорится базовое образование в боевых искусствах это как то же самое что человек хочет начать писать стихи хорошие прям классные которые просто покорят весь мир да и будут претендовать на там уникальность определенную то все проходит сначала через школу подражания не появляются хорошие авторы просто вот так из них ну там откуда не читая стихов других поэтов даже вообще человек не начнет никогда писать стихи если он со стихами до этого не сталкивался вообще то есть определенного рода подражательство уже в том что человек просто начинает формировать хотя бы даже рифму вот то же самое происходит в боевых искусствах какая бы школа новая супер авторская из боевых искусств не формировалась она безусловно включит в себя абсолютное большинство техник и приемов которые уже существуют если же начать их разрабатывать с самого начала ну просто придется пройти тот же самый тернистый путь на который не хватит и нескольких десятков жизней для того чтобы сформировать чтобы хотя бы подойти к такому уровню к которому пришли ортодоксальные направления поэтому если хочется формировать что-то новое да то обязательно надо взять как можно больше из старого любая новая наука любое новое открытие в любой фундаментальной науке так или иначе базируется на том что человек изучил сначала базовую науку как она есть например все новые фундаментальные исследования физики базируются обязательно ведь не могут вернее были бы быть сформированы людьми которые не изучили бы сначала классическую физику классическую механику даже если они занимаются в настоящий момент квантовой физикой квантовой механикой без того чтобы освоить первоначально ньютоновскую механику они бы никогда не подошли бы к изучению квантового мира вот и здесь то же самое то есть обязательно придется так вот если человек не да и вот такие же буквицы такие же буквы вернее в боевых искусствах это те же приемы те же удары ногами те же удары руками блоковая какая-то техника техника защиты опять же принципы стратегии тактики ведения боя и фактически формирование новой школы больше сводится не к тому чтобы разработать какие-то новые уникальные техники а в том чтобы подготовить новые уникальные системы подготовки в плане как эти техники между собой увязывать и комбинировать для того чтобы они интегрировано взаимодействовали наиболее эффективным образом вот к чему это приведет вряд ли можно выдумать нет можно конечно выдумать что-то вычурное я когда первый раз увидел очхарек например вот прям вот я не знаю насколько нет я почитаю как-то почитал полистал оказывается есть даже какие-то мнения по поводу того что это вообще древнее какое-то направление там ушу оттуда все это пошло там из орла там или откуда там еще из каких-то направлений но в то же время вот да вот это вот уникальное направление увидев эти телодвижения человек который этим сам занимается сразу понятно что вот это вот да уникальная авторская школа она настолько уникальна и настолько авторская что даже сложно повторить в достаточной степени похоже то что человек делает это делает ее просто супер авторской но не уверен что делает ее очень эффективной нет у меня такой уверенности хотя конечно все проверяется в сравнении и в поединке в том числе то есть когда бойцы чхарька смогут выступить в боях в боях ну по смешанным сам правилам где разрешено практически все вот тогда мы посмотрим как все работает хотя конечно они безусловно скажут ну как же у нас же там это когти орла там мы открытой рукой работаем вырываем коды а мы не сможем ну и скорее всего вот на этом и закончится все так вот если вот это такая значит авторская школа то я не сторонник развития таких авторских школ я наоборот сторонник более унифицированного подхода и все единоборства считаю будут все более похожи на ММА единственное в чем будет отличаться авторство какой-то школы это опять же говорю в методиках подготовки в способах подготовки в стратегических и тактических определенных схемах которые могут давать определенного рода преимущества вот в этом вот я вижу развитие авторских направлений ну конечно безусловно еще и опять же в методах подготовки может базироваться на том что будут использоваться все в большей степени методы разрабатываемые на базе знаний науки о человеке то есть специальные методы подготовить специальные упражнения для развития скорости для развития скоростной взрывной силы и так далее и вот в этом то и будет заключаться школа и в этом будет заключаться и авторский подход но когда эти люди будут из разных этих авторских школ встречаться опять же по смешанным правилам мы в общем то в их технике не будем видеть особой разницы и все преимущество будет видно только потому что бойцы одной школы будут побеждать чаще а другой будут побеждать реже за счет того что их тактические схемы и методы подготовки будут давать им преимущество они будут где-то на долю секунды быстрее где-то на долю секунды взрывнее где-то обмене ударами их техники будут мощнее они будут противника просто перебивать Вот в этом будет и уникальность школы. Ну, это мое личное мнение. Ну вот, это если такие тезисы, один из тезисов, затронуть, если. Вот. Ну все, я приехал, друзья. Пока, до встречи.